Украин будет больше, чем я думаю. Это не то, что надо бежать в военкомат, хватать автомат Калашникова. Мы, как общество, как страна, перешли в некое новое состояние. Европейцы — это те, кто, собственно, этот банкет в пользу американцев оплачивает. Скоро увидим то, что мы наблюдали в армии Южного Вьетнама. Это появление штабных групп американцев. А вот для Зеленского референдумы — это прощание с Украиной. Украины в том виде, как он ее принял, больше нет. Дмитрий Геннадьевич, добрый день. Добрый день. Решение, которое озвучил главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин о частичной мобилизации, это надо подчеркивать. Кроме того, что будут действительно мобилизованы, цифра называется, порядка 300 тысяч человек, кроме сугубо военной составляющей этого решения, какой сигнал главный это решение несет в общество российское и внешним игрокам? Ну, я бы начал примерно с того, с чего начал и президент Российской Федерации, здесь прослеживается определенная логика, что главное решение — это не частичная мобилизация, а это поддержка проведения на доносифицированных территориях, а также в Донецкой и Луганской Народной Республике референдумов по будущему этих территорий. Вот это, на мой взгляд, самое главное из того заявления, которое сделал Владимир Владимирович. С этой точки зрения решение о частичной мобилизации становится абсолютно логичным. Создаются не те войска, не те новые подразделения, которые сразу пойдут на фронт, то есть это ни разу не аналог вот этой вот терробороны, которая там вот, собственно, догнивает в плавнях под Херсон. Ни в коем случае, наоборот. Создаются войска, которые, вероятнее всего, войдут на эти новые территории, обеспечат там территориальную оборону, обеспечат там, как сказал замечательный, кстати говоря, обращу большое внимание на комментарии генерал-полковника Картопола. Он сейчас депутат Государственной Думы, но он очень глубоко военный человек, который в этом очень сильно понимает. Создадут оперативную глубину, чего сейчас, конечно, не хватает. И это видно, кстати говоря, по событиям в Белгородской области. И с этой точки зрения вообще ситуация и на освобожденных территориях, и в ряде сопредельных российских регионов получит новую степень стабильности. Вот, на мой взгляд, эти решения нужно рассматривать в связке. Но опять, я опять скажу, что это не все. Совершенно очевидно, что такого рода решения принимаются только в комплексе. Значит, помимо решения о частичной мобилизации, то есть кого? Это людей, которые являются резервисты в первую очередь, и которые подписали контракты на то, чтобы пребывать в резерве. Это люди, которые имеют соответствующие, остро необходимые, в том числе, как именно с точки зрения резервных войск, военно-учетные специальности. Но это решение, оно принимается в дополнение, если хотите, в обеспечение тех решений, которые приняты по, я бы сказал, что по оперативно-тактической составляющей, то есть изменение характера избираемых целей, избирание и изменение интенсивности воздействия на противника и изменение вообще, что называется, тактики поведения. Потому что, ну если честно, мы же все видели, насколько щадящим образом последние, особенно, два месяца велись боевые действия. Я вам скажу, что, конечно, и в обществе был разговор о том, что ведутся определенные переговоры о том, что Россия не заинтересована в широкомасштабной войне. Я абсолютно, кстати говоря, поддерживаю это. Я вот, у меня нет ни разу вот этих вот зашибательских настроений, шашки до Львова. Но у меня, я думаю, что у значительной части реалистических мыслящих и военных экспертов таких настроений никогда не было. А с точки зрения геоэкономической, ну согласитесь, те территории, которые были деноцифицированы, это очень важно, там живет большое количество людей. Их надо было, что называется, поместить в ситуацию стабильности. Но, к сожалению, видимо, этого нам не дали сделать. Президент абсолютно почти открытым, насколько он вообще бывает открытым. Он это сказал, когда говорит, что, ну все, так сказать, переговоры, переговорное окно захлопнулось. И в этом смысле, кстати говоря, очень это многое говорит о том, с кем мы вели переговоры. Это люди, которые исходили из того, что мы слабы, из того, что мы будем в любом случае заинтересованы в ведении переговоров. Ну вот они просчитались. Но в этом смысле, значит, референдумы, мобилизация обеспечения личным составом, третье, соответствующие изменения в характере боевых людей. Вот это триада, которую мы, две части из них мы наблюдаем, третья сокрыта. Это прерогатива военных, я абсолютно с этим согласен. Но они существуют в неком комплексе. Четвертое, которое обозначено, четвертый элемент, который обозначен, это взаимоотношения с нашими замечательными западными партнерами, которые становятся еще более замечательными. Это, конечно, очень мощный сигнал. Куда он больше. И про розу ветров, да, и про то, что они являются несколькими, что называется, значимыми источниками было обозначено, что мы можем начать рассматривать их как участников конфликта. И тогда ситуация уже для них, а не только для киевского режима, перейдет за грань, так сказать, за точку невозврата. Вот четыре элемента, как я это вижу на сегодняшний момент. Вместе с тем, насколько это серьезный посыл именно для российского общества, ведь, ну не секрет, что все это время, пока шла, как началась вот эта операция, ну скажем так, часть общества, да, жила этим, а часть общества, я не говорю сейчас там о пятой колонии, ну и таких эпитетов не хочу употреблять, но часть жила так, как будто ничего такого не происходит, и, в общем-то, люди продолжали себе наслаждаться жизнью и очень так хорошо, и на широкую ногу. Говорит ли ты о том, что, ну, ребят, все, теперь это общее дело, все-таки, все-таки общее дело? Ну, во-первых, вы должны с вами согласиться. Конечно, выступление Ваня Владимировича и министра оборону Шойгу, конечно, нельзя рассматривать, как некий ответ этой коллективной и Пугачевой, так, как бы я это назвал, но в действительности главная форма мобилизации, которая для нас существует на данном этапе, это, конечно, мобилизация общественная. Это не то, что надо бежать в военкомат, там, хватать автомат Калашникова и так далее, нет, а вот именно дисциплина, собранность, соучастие, иногда соучастие спокойствия. Понимаете, обыватель не так много может сделать, да, в такой ситуации, но, значит, избегать разного рода истерических свлесков, это вполне в его стилах. В этом смысле, да, это очень мощный сигнал. Мы, как общество, как страна, перешли в некое новое состояние. Я думаю, что черты этого состояния пока не до конца прорисованы. Я думаю, что примерно дней за пять, за семь, мы поймем черты этого нового состояния, мы увидим те общественные организации, которые будут готовы на себя взять эту, ну, что называется, новую ношу, а это новая ноша, чего мы тут будем друг друга, значит, рисовать розовых пони на радуге. Нет, это новая ноша, это премия, это премия. То есть, если заодно мы увидим те структуры, те общественные институты, которые решили, что им лучше купить билет, так сказать, и уехать, как это говорится, на лечение. Теперь это такой модный в Москве термин, отъехать на лечение. Да, значит, если раньше на каникулы было, значит, они уезжали, сейчас концепция изменилась, они уезжают на лечение. Ну, что ж, понимаете, общество очищается, так, в действительности. И я тут единственное, что хотел бы сказать и вам, и тем, кто у нас будет смотреть, мы даже недооцениваем ту часть российского, масштабы той части российского общества, которое, как вы сказали, желает. Я вот езжу в метро, я вам могу сказать, ко мне постоянно подходили. Даже вот сегодня это я даже вообще не хочу, потому что сегодня, ну, я проехал полгорода на метро, и я должен сказать, это просто десятки людей, которые хотели. Но и до этого. Мы даже, я живу в Москве, мы все про Москву знаем, но даже в Москве значительная часть общества, молодежь, студенты, студенты престижных, считающиеся либеральными вузами, она тоже не нужна. Иногда не имея возможности сказать это публично, ну, потому что среда их осудит. Но мы недооцениваем масштаб внутреннего здоровья российской нации. Это очень отрадно. Просто, понимаете, получается, как, что те, которые сейчас, как вы говорите, стараются уехать на лечение, чаще всего это люди медийные и к ним повышенное внимание. И за счет вот этой вот своей раскрученности, они, может, где-то, где-то, может быть, искажаются вот это мнение. Вот единственное, что. Да. Даже спорить не буду. Но это та реальность. Это та реальность того информационного общества, того постмодерна, извините за это, говорю, научной империи, да, в которой мы живем. Когда было выгодно казаться, а не быть. Когда тебя назначали, там, великим режиссером, великим певцом и так далее, а ты, в общем, им не был, ты двух слов сказать не можешь. Но этот мир уходит. И он уходил, он начал уходить не сегодня. И даже не 24 февраля. Ну, это, да, это вот та реальность. Ах, уехал там какой-то, понимаете, певец ртом. А сколько людей приехало? Сколько людей приехало? Я вот сегодня познакомился с человеком, который приехал воевать за Донецкую Народную Республику, за Новый Мир из Мексики, будучи довольно известным там актером, много снимавшимся. Он русский этнически по истории происхождения, но вот он все бросил, приехал. И сколько таких. Поэтому да, мы переживем мы. Мы этих личностей... Ну, Россия переживала не такое, я уверен, что да, и с этим справятся. Все мы это переживали. Референдумы, которые должны пройти уже вот-вот, насколько я понимаю, где-то вот совершенно в ближайшем будущем. На ваш взгляд, как они повлияют на характер тех самых военных действий, потому как, ну, безопасность референдумов нужно обеспечивать. И наверняка будут задействованы так или иначе вооруженные силы для этого. Конечно. Безусловно. Я сегодня, кстати, виделся с посолом Луганской Народной Республики и его предсходительным Родионом Валевичем Мирошником. И мы с ним как-то перебросились, говорили насчет этого. Люди, которые готовят референдумы в Луганской Народной Республике, работают круг голосу. Сейчас с работы они не уходят уже четвертый день. Это люди готовятся. Референдум технически будет проведен, я думаю, на высочайшем уровне. Но мы должны опять понимать и говорить себе вот прям правду, как она есть, что у киевского режима уже сорвало по этому поводу крышку. А дальше будет только хуже. Поэтому я думаю, что вероятнее всего киевский режим запланирует какое-нибудь очередное безумное наступление, прежде всего на Херсон и Малитополь. Для них это не потеря территории. Потеря территории – это вот у нас этот харьковский маневр. В действительности, если разобраться, это очень небольшой, но обидная история. А вот для Зеленского референдума – это прощание с Украиной. Украины в том виде, как он ее принял, больше нет и никогда не будет. Для него это потеря и политического статуса, и политического лица, и политического значения. Это не потеря Крыма, потому что Крым никогда не был украинским, они его даже так никогда не воспринимали и ничего там никогда не делали особенно. А здесь потеря того, что всегда считалось Украиной. И вот эти люди, которым дали возможность выбирать, они сделают свой свободный выбор. И я думаю, он не очень понравится ребятам, которые сидят в Киеве. Что-то мне подсказывает. Ну, на фоне того, что эти люди все испытали, я думаю, что тут и их выбор где-то очевиден. Помните, мы в последнюю нашу встречу обсуждали с вами будущее Украины и какое оно будет. Вы тогда говорили, что вы настолько любите эту страну, что пусть их будет много. Как изменилась ваша точка зрения за это время, если изменилась, конечно? Я вам скажу так. Украин будет больше, чем я думал. То есть я думал, ну если мы там не обсуждали, я думал, там будет их три. Я в страшном сне, ну как, ну так совсем предполагал, ну это такая из серии полунаучной фантастики на грани фэнтези, что процесс раздела Украины включится и с таким жаром, с такой активностью включится Румыния. Вот это для меня, прямо скажу, было неожиданно. Но это означает, что Румыния это государство такая, гиена, шакал, как хотите называйте, она идет только на падре. Она никогда не нападает на еще живого, так сказать, на живую дичь. Но это говорит о том, как оценивают, не в Румынии, нет, вообще в Европе состояние Украины. И второе, ситуация такая. Значит, европейцы, это те, кто, собственно, этот банкет в пользу американцев и оплачивает. Европейцы будут нести самое большое социальное бред. Вот сейчас они начинают задавать вопрос, а что им за это будет? И вот они хотят сейчас застолбить определенные куски. Поэтому моя точка зрения изменилась. Изменилась она в худшую для Украины в сторону. Но я продолжаю думать, что будет помимо оккупированных, отрорванных, вырванных поляками, венграми и, соответственно, румынами территорий, будет три центра. Это Киев, который будет сохранять легитимность и в том числе, прежде всего, за счет внешних своих контактов, вот это вот пиар-государственность. будет Днепр, Днепропетровск, где будут концентрироваться остатки экономической мощи. Днепр, там Полтава, вот эта вот вся зона. И будет Гетманщина. Единственное место для Гетманщины, это у нас Винница. И, собственно говоря, Гетмана даже не надо выбирать, он у нас есть. Это Петр Алексеевич Порошенко. За прошедшее время с нашей последней встречи я не вижу ни одного, кто мог бы даже близко к этому. Идеалу, я бы сказал, приблизиться. Но я из изменений, я вам так скажу, что шансы Петра Алексеевича для того, чтобы стать главным на Украине, так? А они существенно за последнее время вылечились. Существенно. И на этом я хотел бы пока поставить точку. Хорошо. А фигура Януковича может ли каким-то образом вот в этих новых, ну или не очень новых раскладах каким-то образом всплыть и снова заиграть, как вы думаете? А кто это? Вот так. Ну, ответ, собственно, понятен. Крузи Ветров. Да, знаете, такой анекдот был про одного нашего певца, который полностью выпал за обоим. Вдруг поймал золотую рыбку. Говорит ему, я не буду назвать фамилию этого певца, ее вообще мало кто помнит. Он говорит, рыбка, сделай так, чтобы у меня все было. Рыбка говорит, у тебя все было. Я понял. Крузи Ветров. Понятно, что речь идет в первую очередь о Запорожской атомной станции. Был визит главы МАГАТЭ. Я знаю, вы очень нелестно отозвались об итогах этого визита. Мне кажется, не сделано главного. Потому что человечество, по-моему, впервые столкнулось с тем, что вот такие объекты находятся в зоне прямых боестолкновений или боевых действий. И здесь нужен какой-то всеобщий механизм, всеобщее правило, что ли, как вести себя. Если стрелять, то куда стрелять, как стрелять, чем стрелять, если стрелять вообще. Или вообще не стрелять в зоне какой-то. То есть это должно быть общее правило, если мы все хотим жить еще на этой планете, как мне кажется. Но не видно, чтобы кто-то над ними думал. Ну я по частям ваш вопрос буду разбирать. МАГАТЭ мне жалко, гендиректора МАГАТЭ нет. МАГАТЭ это была организация, которая действительно могла внести свой вклад, в том числе и в решение этих вопросов, которые вы говорите. Она действительно была полезна. Но посмотрите, как американцы фактически манипулировали гендиректором МАГАТЭ и его секретариатом. Сорвали принятие итоговой резолюции на конференции по рассмотрению итоговой деятельности договора между странами. Это же была священная корова. Ее никто никогда не трогал. Ни Советский Союз, ни США, ни даже Великобритания. Да, там были страны, так называемые, пороговые, не официальные государства. Но из государств пятерки ее никто не трогал. Никогда. И все очень бережно к этому относились. Сейчас просто откровенное использование этого механизма для пропаганды. Пункт номер два. Все всегда бывает первый раз. Вот если посмотреть, значит, литературу политологическую начала 90-х годов, особенно по там, всяким демократиям, там, ну вот это все, по всему тому, что мы очень все любим. Вы можете найти там стандартную фразу, что страны, в которых есть Макдональдс, друг другом не воюют. Ну да, сербы смотрят на эти книжки, да, с большим, так сказать, удивлением и так далее. Все всегда бывает первый раз. Страны, в которых, и вообще в странах, в которых есть действующие АЭС, да, могут находиться в состоянии вооруженного конфликта. Действительно, надо с этим думать, надо думать о статусе ядерных объектов. Хороший вопрос, но это будет не это МАГАТЭ, вероятнее, все это будет не это ООН, и это точно будет не это Украина. Значит, единственное, что я вам сделал поправку, что дело не только в Запорожской АЭС. Если вы посмотрите, то в последнюю неделю ООН осуществили очень опасную провокацию на Южноукраинскую АЭС. Пока что, ну это было, ну видно, что это имитация, да, все с этим понятно. А у меня один простой вопрос, ну что вот, а, например, дрогнула рука, а, например, на одну ризочку меньше. Так в том-то и дело. Да, и привет, и все это полетело в хранилище отработанного ядерного топлива. Вообще степень безответственности в отношении к ядерным объектам, это, конечно, очень большая проблема, но это тоже отражает ментальное, как сейчас принято говорить, состояние киевского режима. Просто, к сожалению, есть вещи, которые надо просто принимать как данность. Ну и возвращаясь к мобилизации, очевидно, что, ну помните, наверное, в начале очень многие, особенно такие лихие эксперты, говорили о том, что компания пройдет очень быстро, но уже понятно, что быстро она не прошла и не пройдет. И очевидно, что будет и зимняя кампания, и весенняя кампания. Она могла закончиться быстро, вот, только она могла закончиться быстро при совершенно другом политическом подходе. И я боюсь, что там количество уже с обеих сторон, особенно с украинской, было бы несколько ужасающе. И я не уверен, что Россия как общество, как государство это смогло бы принять. Вопрос в том, что наше общество постепенно готовилось к этому решению. Если посмотреть на реакцию нашего общественного мнения, ну да, действительно, вы абсолютно правы, там есть шумные люди, которые даже сегодня наверняка попытаются на какой-то митинг выйти. Но больше эта часть общества приняла это как некую данность, как назревшую, а кое-то как перезревшую данность. В этом смысле российское общество абсолютно адаптировано к этому решению, но его принимает почти как естественно. Да, болезненно. Это болезненное решение. И видно было, что президент сделал все, чтобы его не принимать. Так, может быть, даже сделав какие-то политические уступки. Но ситуация такова, какова она есть и больше никакова. Что касается продолжительности этой кампании, то, во-первых, я никогда не считал, что вот в том виде, как она начиналась, она может пройти быстро. Я как бы очень вся скептически к этому относился. Второе, а какие цели этой кампании? В зависимости от того, какие мы обозначим цели. Ну, цели вроде как не менялись, как были заявлены. Да, они не менялись. Да, фактически речь идет о том, чтобы произвести раскассирование вновь собранной группировки вооруженных сил Украины, тербатов и там остатков нацгвардии. Но нацгвардия уже не играет какого-то там принципиального, принципиальной роли. А примерно состоит на сегодняшний момент примерно 400 тысяч человек. Еще 400 тысяч там массовки. Ну, это, боюсь, что это не тема. Так, для военной кампании это скорее психиатрическая помощь. Вот, собственно говоря, все военные задачи. Эту силу успешно раскассирует сам киевский режим. Потому что те сообщения, которые приходят из зоны боевых действий, говорят о том, что там действительно начинается разрушение структуры. В чем была сила вооруженных сил Украины? В чем была залог их относительной успешности? Что они сохраняли костя своих вооруженных подразделений. Да, они их наполняли какой-то терробороной вот этим, то, что мы довольно цинично, наверное, это неправильно с человеческой точки зрения. Но с точки зрения, как бы, военного анализа, это правильно. Мясо, да? То мясо, которое не убило, не было убито в первом-втором бою, соответственно, восстановило счастье этого костяка. Вот сейчас, то, что мы наблюдаем, прежде всего, на Херсонском направлении, но в значительной мере и на, собственно, вот по этой славянной Краматорской дуге, это идет разрушение уже ранее сложившихся подразделений ВСУ, там, с устоявшимся командованием, там, и так далее. Посмотрим, посмотрим, но опять же, я бы не стал бы тут какие-то, во-первых, временные отрезки, значит, утверждать, а во-вторых, давайте опять вот не спешим. Вот мы где начинаем? Нам, русским, нельзя спешить. Вот где мы начинаем спешить, торопиться, выдавать желаемое за действительное и ублажать начальство рапортами о том, что все хорошо, в общем, мы получаем плюху. Причем очень быстро. Наш жизнь учит. Но, единственное, конечно, отрадно, что мы начали учиться хотя бы на своих ошибках. Возможно, скоро мы начнем учиться на чужих. Это вообще будет чужих. Может, коммунизм тогда настанет, обещанный Никита Сергеевич. Я в рот не застал, но... Ну, так никто не застал. Такая история. Тот, как коммунизм, который обещал Никита Сергеевич. Если говорить о западной помощи, вот вы упомянули, что Европа, собственно, платит больше всех по счетам за Америку. Как думаете, ее объемы, и не только финансовую, но и военную, и все спутники, и другие средства, и разведки, и не только все это работает против России, всех стран НАТО? Не свернут ли они? Хотелось бы, конечно, но будут продолжать также наращивать свое присутствие? Значит, здесь разделим на слои. Слой номер один. Предоставление разведки, услуг штабистов, спутников информации нет, не сверну. Более того, я думаю, что с учетом вот этого надлома структуры сложившихся и эффективных для вот этой перманентной мобилизации. Это, кстати, Троцкий придумал. Перманентная мобилизация, да, нанизывание нового мяса на старый скелет. Значит, ну, с учетом вот того, что начинается надлом скелета, я думаю, мы очень скоро увидим, причем, я думаю, что это в ближайшие недели, несколько недель, то, что мы наблюдали в армии Южного Вьетнама. Это появление штабных групп американцев, может быть, кажется, у отставников, может быть, там, каких-то ЧВКшников, но появление штабных разведывательных групп американцев воссоединениях в СССР. Второй слой – это поставки вооружения. Здесь все сложно. Значит, приходится сейчас полностью пересматривать номенклатуру поставок, потому что все, что было на складах из бывшего вооружения, вооружения бывшего Варшавского договора, все вымели. Это я вам абсолютно гарантирую. Последняя поставка из, значит, Хорватии пушек М-46, это уже вот совсем-совсем-совсем туда ближе к первому послевоенному времену. Это говорит о том, что все, что могли, вымели. А это означает необходимость полного перехода на западный стандарт с точки зрения, например, калибров артиллерии. Но если у вас, да, нет снарядов 152, даже если у вас остались пушки 152, вам рано или поздно нужно переходить на натовский стандарт 155. Если вы посмотрите сообщения об обстрелах городов Донбасса, то сейчас в основном дальнобойная вся артиллерия использует именно 150, калибр 155 миллиметров. Канал слова, этот снаряд в российскую голубицу не зайдет, я вас уверяю. Так, если только его запихать, его разорвет. Поэтому это очень большая комплексная работа. Это означает, и это признают и Макрон только что сделал выступление по военной промышленности, и Шольц. Да, это косвенно признают в Америке. Это означает фактическое начало широкомасштабной кампании по перевооружению Украины. Потому что если вы перевооружили, например, Галубичный парк на калибр 155 миллиметров, то вам следующий этап это перевооружение на западный стандарт более крупных калибров и так далее. То есть вот здесь, конечно, возникает очень такая тяжелая задача, которая связана уже с опустошением собственно арсенал стран МАТ. Это сложнее. Третий уровень поставки нового вооружения. Но я вам скажу, цикл производства, значит, Галубица-Сезар, так, Цезарь, французского. Он составляет, значит, он составлял, говорят, 18 месяцев. Поставлена задача господинам Макрон сократить его до 12 месяцев. Цикл производства нового танка в Германии составляет один год. То есть вот просто сами считайте, когда это новое вооружение пойдет. Именно поэтому, например, Польша, да, отдавшая свои танки, так сказать, польского производства в Украине, там их уже в значительной мере пожгли. Так? Заказывает где? В Южной Корее, которая может штамповать танки конвейерным методом, а не стапельным, как в Германии. Это еще более сложная задача. И все бы было очень хорошо, если бы ни один нюанс. Они остановиться не могут. Наши европейские партнеры не могут остановиться. До последнего времени американцы сохраняли возможность остановиться. Послушал я Салливана. Мне даже блинки менее интересен. А вот послушал я Салливана, помощников у нас в безопасности, и, честно говоря, у меня начали возникать серьезные сомнения, что и американцы готовы остановиться. Они тоже уже не готовы остановиться. Они тоже уже сели на этот велосипед. Конфликты с Россией безопаснее для себя. Ну, еще они деньги только дают, да? А деньги они напечатать могут сколько хочешь. Прямо вот реально сколько хочешь. Да, ну и выметают там старое вооружение со складов. Последствия для внутренней ситуации в Америке, прямо скажем, не очень большие. Прямо скажем. То есть тут не надо никаких иллюзий. Поэтому вот все, кроме, вот почти все против продолжения наращивания поставок, кроме одного, политические настроения, политическая готовность и, если хотите, политическая истерия. Ну, а с этим сложнее всего, как обычно. Что ж, спасибо вам большое за ваши оценки и за ваши рассуждения. Спасибо. Вам спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова